Святитель Иоанн Златоуст в 42-й беседе на деянии святых апостолов говорит нам о том, какая польза от скорбей. Бог попускает искушения, чтобы ими возбудить учеников своих и сделать их более твердыми. Итак, не будем падать духом во время искушений, ибо он сам подаст и облегчение, чтобы мы могли их перенести. Ничто так не содействует любви и общению, как скорбь. Ничто так не соединяет и не связывает души верующих. Ничто столько не способствует нам, учителям, чтобы слова наши выслушивались со вниманием. Слушатель благоденствующий бывает беспечен и нерадив, и считает за беспокойство для себя слушать поучающего, а удрученный скорбью и страданиям с великим усердием предается слушанию. Ибо у кого душа тягчена скорбью, тот везде ищет себе утешение, а слово доставляет немалое утешение. Скорби удерживают нас от пристрастия к настоящему миру. Мы благодушно ожидаем смерти и не бываем привязаны к благам телесным. А в том и состоит важнейшая часть любомудрия, чтобы не быть привязанными и пристрастными к настоящей жизни. Душа, удрученная скорбью, не заботится о многом. Она желает только спокойствия и тишины. А она хотела бы освободиться от настоящих бедствий и более ничего. Как тело, утомленное, изнуренное, не способно ни предаваться наслаждениям, ни присыщаться, но имеет нужду в отдохновении и спокойствии, так и душа, удрученная множеством бедствий, ищет отдохновение и спокойствие. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмивается. Напротив душа, чуждое удовольствие и ничем не расслабляемое, вся сосредоточивается в самой себе и не надмивается. Это бывает мужественной, а та детски слабой. Это основательной, а та легкомысленной. Как что-нибудь легкое, упавшее в воду, колеблется волнами, так и душа, предававшаяся удовольствием. От множества удовольствий у нас бывает много и грехов. В чем может убедиться всякий? Представим, если угодно, два дома. Один наполнен торжествующими брачное пившество, а другой сетующими. Войдем мысленно в тот и в другой и посмотрим, который из них лучше. Дом сетования окажется исполненным любомудрия, а дом брака бесчиния. Ибо здесь встречаешь нескромные речи, беспорядочный смех, еще более беспорядочные движения, одежду и походку, исполненные бесстыдства, действия, отличающиеся безумием и непристойностью. Вообще здесь нет ничего, кроме смешного и достойного осмеяния. Говорю не о браке самом, да не будет, но о том, что бывает на браке. Здесь извращается природа человеческая, присутствующие превращаются в людей, из людей бессловесных животных. Одни ржут подобно коням, другие бьют ногами подобно ослам. Там все в беспорядке, все в смятении, нет ничего благопристойного, ничего благородного. Здесь великое торжество для дьявола, кимвалы, флейты, песни, исполненные прелюбодеяния и разврата. Не так бывает в жилище сетования. Но все там бывает благопристойно. Там глубокое молчание. Совершенная тишина. Великое сокрушение. Нет ничего непристойного, ничего бесчинного. Если же кто станет говорить, то все слова его бывают исполнены любомудрия. И что достойно удивления, тогда бывают любомудрыми не только мужи, но и слуги, и жены. Таково свойство скорби. Стараясь утешить сетующего, высказывают множество мыслей, исполненных любомудрия. Тотчас начинаются советы, чтобы скорбь не выходила из пределов. Все убеждают, чтобы сетующий не изнурял себя скорбью. Исчисляют множество примеров подобных же бедствий. Спрашивают, что такое человек, и вследуют нашу природу. Что такое человек? При этом раскрывают его жизнь и ничтожество. Воспоминают о будущем, о суде. Таким образом, каждый отходит домой из дома брака, прискорбным, потому что сам он бывает в расстроенном состоянии, а из жилища сетования радостным, потому что видит себя свободным от подобного бедствия, и возвращается с душой, успокоившуюся от всякого неумеренного пожелания. Еще не хочешь ли? Я сравню между собой темницу и зрелище. Эти места одно сетование, другое удовольствие. Посмотрим, что происходит там и что здесь. Там, в этой темнице. Великая любомудрия, ибо где скорбь, там непременно и любомудрия. Там человек прежде богатый и надменный, не чуждается беседовать со всяким, кто к нему обращается. Ибо страх и скорбь, как бы огонь, проникает его в душу, смягчает ее грубость. Там он делается кротким и смиренным, там он постигает превратность жизни и терпеливо переносит все. На зрелище же все напротив. Здесь смех, бесстыдство, бессовестное веселье, бесчиняя, потеря времени, бесполезное употребление целых дней, возбуждение нечистых пожеланий, упражнения порочных похотей, школа прелюбодеяния, училище разврата, поощрение безнравственности, побуждения к смехотворству, примеры непристойности. Не такова темница. Там смирение, вразумление, упражнения в любомудрии, презрение житейских благ. Все земное там представляется чуждым и недостойным попечения. И страх бодрствует над человеком, как пистун на детятий, направляя его ко всему должному. Но если хочешь, посмотрим на те же места с другой стороны. Я желал бы, чтобы ты встретился с человеком, который идет со зрелища, и с другим, который выходит из темницы, и увидел бы ты, как душа первого, возмущена, неспокойно, поистине как бы связана, и как душа последнего, вышедшего из темницы, спокойно, свободно и возвышенно. Ибо тот идет со зрелища, ослепленный видом тамошних женщин, несет на себе оковы, которые тяжелее всяких железных, оковы тех мест, слов, действий, а выходящие из темницы, будучи свободен от всего этого, не чувствует ничего прискорбного, сравнивая свое положение с положением других. Он считает за счастье, что освободился от туз, становится непристрастным ни к чему житейскому, видя, как многие богатые впадают в несчастье, и будучи прежде в великой чести и силе, содержится там заключение. Если ему нанесено будет какое-либо скромление, он перенесет его терпеливо, ибо он видел так много примеров, и этого воспоминает о будущем суде и содрогается, сравнивая места будущего заключения с настоящими. И как он, будучи заключен, в здешней темнице становится кротким ко всем, так и те еще прежде суда, еще прежде будущего дня делаются кроткими и к жене, и к детям, и к слугам. Но возвращающийся созрелище бывает не таков. Он с неудовольствием смотрит на жену, жестоко обращается со всеми, гневается и на детей, бывает недоволен всем. Много зла причиняют городам зрелища. Зла великого. Мы даже не можем и представить, сколь великого. Посмотрим еще на места смеха, разумеем, пиршества, где тунеяд, цельстицы и великое невоздержание, и на другие места, где хромые и слепые. Там пьянство, объедение, разврат. Здесь все напротив. Посмотри и на наше тело. Когда оно тучно и изнежено, то легко впадает в болезни, а когда истощено, то не так и скоро заболевает. Но чтобы сделать для вас яснее слова мои, представим, тело многокровное, тучное и переполненное. Оно даже и от всякой пищи может впасть в горячку, если будет оставаться в бездействии. Представим другое, которое часто подвергается голоду и изнеможению. Его болезнь не скоро может постигнуть и преодолеть. В нас часто и здоровая кровь порождает болезни, если ее слишком много. А если ее будет немного, то хотя бы она была не в здоровом состоянии, легко может быть излечена. Так и с душой. Если она предана роскоши и удовольствиям, то легко склоняется на грех, ибо она близка и к гордости, и к невоздержанию, и к тщеславию, и к зависти, к коварству и к левете. Не такова душа, живущая в скорби и воздержании. Она далека от всего этого. Вот и в нашем столь великом городе от кого происходит всякое зло, не от богатых ли, не от преданных ли удовольствиям, кто влечет в судилище, кто расхищает имущество, теле, которые живут и роскошествуют. Не теле. Душа угнетенной скорби не может быть предана злу. Мудро апостол изображает пользу от нее, когда говорит, от скорбей происходит терпение, а терпение – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает. Римлянам, 5 глава, 3-5 стихи. Не будем же падать духом во время скорбей, но за все благодарить Бога, дабы получить великую пользу, дабы заслужить благоволение от Бога, который попускает скорби. Великое благо скорбь. Это мы можем видеть и на детях своих. Почему полезно? Они не могут научиться без скорби, ибо если они цветут тогда, когда их страсти бывают укращаемы, то тем более это нужно нам, которые подвержены страстям столь многим и столь великим. Мы более не жаль, а не имеем нужду в пистунах, ибо проступки детей не могут быть великими, а наши бывают весьма велики. Наш пистун скорби. Итак, не навлекаем ее сами на себя, когда она постигнет нас. Будем переносить ее благодушно, как виновницу множества бед, дабы нам сподобиться благоволение Божие и благ уготованных, любящим Его во Христе Иисусе, Господе нашим, с которым отцу вместе со святым Духом слава держава ныне и присно и во веки веков. Аминь.